Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по третьей книге Царств. И сегодня мы будем читать вторую главу этой книги. И первая тема – это смерть царя Давида. Помяни Господи царя Давида и всю крутость его. Приблизилось время умереть Давиду, и завещал он сыну своему Соломону, говоря, «Вот я отхожу в путь всей земли». Действительно, смерть – это путь всей земли. И ничего необычного в том, что человек умирает, нет. Вот я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и будь мужественен, и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями Его и соблюдая уставы Его, и заповеди Его, и определения Его, и постановления Его, как написано в законе Моисеевым, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать и везде, куда не обратишься, чтобы Господь исполнил Слово Своё, которое Он сказал, «Обо мне, говоря, если сын, сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо мной в истине, от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилева». Вот здесь, на смертном адре, царь Давид пророчествует и говорит, что Господь обещал ему, что муж от него, то есть от Давида по плоти, не прекратится на престоле Израилева. Если взять еврейскую историю, то мы знаем, что царствование Давида прекратилось. Когда цари из дома Давида потеряли всякую власть, там был дом Хасмонеев, потом было правление Ирода и Думинянина, а потом вообще они были рассеяны по всему миру. Неужели это противоречие? Если Бог сказал, что на престоле Давида всегда будет муж от него произошедший? В Священном Писании сказано о Господе Иисусе Христе, что он потомок царя Давида на престоле царя Давида. Ведь он вознесся на небеса в теле и воссел одесной Бога Отца, как Бога человек, и по человечеству как потомок Давида. И только в личности Иисуса Христа вот эта власть дома Давида сохраняется, и Слово Божие исполнилось. Евреи не знают, как решать это противоречие, и они выдумали буквально такую легенду, что все вот великие цадики на оси, которые возглавляли еврейский народ уже после разрушения Иерусалимского храма, они были потомки царя Давида. Ну, вполне возможно, что пророк Даниил точно был потомком царя Давида, потому что он был из царских детей. А вот во II веке, в III, IV, V, VI вся эта неопределенность продолжается у них до сих пор. Но Бог сказал Давиду, что муж от тебя, от чресел твоих, не прекратится. Это Христос. Помните, с чего начинается Евангелие от Матфея? Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Аврамова. И в послании к римлянам сказано, что от дома Давида явится Мессия. И далее мы читаем. «Еще ты знаешь, что сделал мне Иав, сын Саруин, как поступил он с двумя вождями войска Израильского, с Вениром, сыном Нировым, и Амисаем, сыном Иеферовым, как он умертвел их и пролил кровь, бранную во время мира, обогрив кровью, бранную пояс, на чеслах своих и обувь на ногах своих. Поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить, сиди на его мирно в преисподнюю». А сынам Верзелия, Галатянина, окажи милость, чтобы они были между питающимися твоим столом, ибо они пришли ко мне, когда я бежал от Весолома, брата своего. «Вот еще у тебя Семей, сын Геры, Венемитянина из Баху-Рима, он злословил меня тяжким злословием, когда я шел в Маханаем, но он вышел навстречу мне у Иордана, и я поклялся ему Господом, говоря, «Я не умершлю тебя мечом, ты же не оставь его безнаказанным, ибо ты человек мудрый, и знаешь, что сделать с ним, чтобы не извести седину его в крови в преисподнюю». Вот зная характер Давида, очень трудно понять, что ему на смертном адре нечем было заниматься. он выносит смертные приговоры людям, которых сам простил. Не ответив на этот вопрос, мы не сможем понять мораль такого поступка, но она существует. И она заключается в том, что человек может действовать как человек, но когда человек становится царем, то его действия, они становятся немного другими. Например, если кто-то враждует против тебя, как против человека, это некая частность. Но если кто-то враждует против тебя, как против царя, если бы ты был простым человеком, ты мог бы это простить, то, будучи царем, ты должен отстаивать достоинство того помазания, которое на тебе. И с другой стороны, он проявляет заботу об этих людях. Ведь этим людям могло показаться, что все прошло. И они могли уйти в иной мир, не понеся наказание за хулу и неправильные действия по отношению к помазаннику Божию. Ведь в Писании сказано, тот, кто касается помазанников Божьих, царей, тот, как бы, касается зеница ока Господа. Поэтому на самом деле Давид проявляет заботу об этих людях. Потому что, зная его характер, зная, что он прощал людей, он питал детей своих врагов, предположить, что он хочет умереть в таком состоянии, подписывая смертные приговоры. Нет. Это значит не понимать значения царской власти. Это не частное дело хула на царя. Без сомнения, если говорить о Семее, сына Геры, это был великий человек Торы. Он был учитель и наставник может быть и самого Давида, но уж точно его детей, его сыновей. Сохранилось такое предание, что это был великий человек в своем времени. И ошибка его заключается в том, что он перепутал в Давиде частность с царственным достоинством. то, что он кричал на Давида, что Давид блудник, убийца, и кидался камнями в него, это по закону Божию, да, так и надо поступать с убийцей и с блудником. Но помазанник, тем более прощенный Богом, поэтому ошибка Семе, это ошибка, которую совершают многие из нас, когда, например, мы знаем, что у человека есть какие-то серьезные грехи. И мы хотим обличить этого человека, но при этом мы не знаем, что он уже примирился с Богом через таинство исповеди, через таинство святого причастия. И мы действуем уже как орудие дьявола, восстаем не против его грехов, а против благодати, которая покрыла его грехи. того или иного человека. Как святые отцы говорили, ты видел, как он грешил, но ты не видел, как он каялся. Поэтому не надо думать, что на смертном адре только это его забавляло. Он понимал, что эти люди должны принести наказание лучше в этой жизни, потому потому что он проявляет заботу о них. И он взывает к мудрости Соломона, чтобы это было сделано правильно, то есть по закону. «И почил Давид с отцами своими, и погребен был в городе Давидово. Времени царствования Давида над Израилем было 40 лет, в Хевроне царствовал он 7 лет, и 33 года царствовал в Иерусалиме». Давид — это удивительная душа, и мы уже вспоминали как-то легенду о том, что когда Адам давал имена животным, и Бог провел перед Адамом, первым человеком, всех животных, Бог показал Адаму и всех его потомков, кто сколько проживет, и Адам тоже в некотором смысле давал им имена, и Бог показал ему душу человека, который должен будет родиться и умереть. Но это была такая великая душа, что сердце Адама сжалось, Адам должен был прожить тысячи лет. И Адам отдает ему от своего тысячелетия, ему было сказано в день, в который вкусишь смертью и умрешь, а у Бога один день, как тысячу лет, отдает 70 лет, понимая, что эта душа реализуется в этом мире. Бог может показывать будущее, прошлое, потому что у Бога нет прошлого и будущего, у него всегда настоящее, пророки созерцают будущее. И здесь мы видим окончание жизни Давида, и те из вас, которые были в Иерусалиме, посещали гроб царя Давида, это неизбываемое зрелище, читать псалмы перед золотой решеткой, за которой гроб царя Давида. И почил Давид с отцами своими погребен был в городе Давидово, то есть город получил его имя, это Иерусалим, он так сохраняется, как город Давидов. Времени царствования Давида над Израилем было 40 лет, в Евронии царствовал 7 лет, и 33 года царствовал в Иерусалиме, и сел Соломон на престоле Давида отца своего, и царствование его было очень твердо. Твердо, в каком смысле твердо? Он опирался на мудрость, вот об этом мы увидим дальше, потому что он не был жестоким человеком, но, кстати, будучи правителем, он иногда вынужден был прибегать к жестоким мирам. И далее здесь рассказывается об убийстве Адонии. И мы читаем, «И пришел Адония, сын Агифы, к Версавии, матери Соломона, и поклонился ей, она сказала, с миром ли приход твой, и сказал он, с миром, и сказал он, у меня есть слово к тебе, она сказала, говори, и сказал он, ты знаешь, что царство принадлежало мне, и весь Израиль обращал на меня взоры свои, как на будущего царя, но царство отошло от меня, и досталось брату моему, ибо от Господа это было ему, теперь я прошу тебя об одном, не откажи мне, она сказала ему, говори, и сказала, прошу тебя, поговори царю Соломону, ибо он не откажет тебе, чтобы он дал мне Ависагу Сунамитянку в жены, вот ту самую девицу, которая грела его отца, а в алгорическом понимании Ависага Сунамитянка, на чем настаивает блаженный Ироним, это мудрость Господня, которая согревает человека на протяжении всей его жизни и в старости, чтобы он дал мне Ависагу Сунамитянку в жену, и сказал Версаве, хорошо, я поговорю о тебе, царю, и пошла Версаве к царю Соломону, говорить ему об Адонии, царь встал перед нею, и поклонился ей, и сел на престоле своем, поставили престол и для матери царя, и она села по правую руку его, вот такой обряд соблюдался и в русском царстве, когда мать царя входила, он вставал, приветствовал ее, и для нее тоже по правой руке от царя оставился трон, а царица, жена царя, она сидела слева в этом случае, то есть старшим всегда уступали. И она села по правую руку его и сказала, я имею к тебе одну небольшую просьбу, не откажи мне, и сказал ей царь, проси, мать моя, я не откажу тебе, и сказала она, дай Ависагу сунамитянку, Адонии, брату твоему, жену. И отвечал царь Соломон и сказал матери своей, а зачем ты просишь Ависагу сунамитянку для Адонии? Проси ему также и царства, ибо он мой старший брат, и ему священник Авиафар и Яав, сын Соруин, военачальник, друг. И поклялся царь Соломон Господом, говоря, то и то пусть сделает со мною Бог еще больше сделает, если не на свою душу сказал Адонии такое слово. Ныне же жив Господь, укрепивший меня и посадивший меня на престоле Давида, отца моего, и устроивший мне дом, как говорил он, ныне же Адонии должен умереть. и послал царь Соломон в Анея сына Иадаева, который поразил его, и он умер. Вот этот поступок, он не красит Соломона. Человек мирный так себя не ведет. Но чем мы можем это объяснить? Мы это можем объяснить тем, что мудрость Божия еще не наполнила его сердце. Ниже мы увидим, как он будет выбирать дары Божьи, и вот когда он изберет мудрость, он будет совершать великие суды и будет автором нескольких библейских книг, таких, как притчи царя Соломона, таких, как пись песней, книга Экклесиаста и книга Премудрости Соломона. Писание всегда показывает ситуацию так, как она происходит. Вот это не пример для подражания. Это ревность. Действительно, Адоний ведет себя более смиренно. Он говорит, да, я все потерял. Ну, вот хотя попроси мне Ависагу сонамитянку. Далее говорится о ссылке Авиафара и об убийстве Иоава, военачальника. А священнику Авиафару царь сказал, ступай в Ванафов. Это было селение священников, мы помним. На твое поле ты достоин смерти, но в настоящее время я не умешлю тебя, ибо ты носил ковчег владыки Господа пред Давидом Отцом Моим. И теперь и все, что терпел Отец Мой, ты терпел тоже. И удалил Соломон Авиафара от священства Господня и исполнилось слово Господа, которое сказал он о доме Илья в Селоме. Здесь исполняется пророчество, что вот эти нечестивые сыновья Илья, они все будут отвержены от служения. Слух об этом дошел до Иоава, так как Иоав склонялся на сторону Адонии, а на сторону Соломона не склонялся, и убежал Иоав в Скинию Господню и ухватился за роги жертвенника и донесли царю Соломону, что Иоав убежал в Скинию Господню и что он у жертвенника и послал Соломон в Анею сына Иодаева, говоря, пойди умертви его и похорони его. И пришел в Анея в Скинию Господню и сказал ему, так сказал царь, выходи. У них был страх, конечно, перед святынями и сказал тот, нет, я хочу умереть здесь, то есть умереть рядом со святыней, это имело значение для него. Анея передал это царю, говоря, так сказал Иоав и так отвечал мне. Царь сказал ему, сделай, как он сказал, и умертви его, и похорони его, и сними невинную кровь, пролитую Иоавом с меня, из дома отца моего. Имеется в виду, что Иоав очень жестоко поступил сувениром, что он сам был очень мстительный человек, и теперь он получает наказание по завету Давида. Да обратит Господь кровь его на голову его за то, что он убил двух мужей невинных и лучших его, поразил мечом безведомо отца моего Давида, Авенира, сына Нирова, военачальника Израильского, и Месая, сына Эферова, военачальника Иудейского, да обратится кровь их на голову Иоава и на голову потомства его навеки, а Давиду и потомству его, и дому его, престолу его, да будет мир навеки от Господа. То есть он выполняет указания своего отца, данные перед самой смертью Давида, конечно, он не мог ослушаться ни в чем своего отца. И пошел в Анея сын Иодаев и поразил Иава и умертвил его, и он был похоронен в доме своем в пустыне и поставил царь Соломон в Анею сына Иодаева вместо него над войском, управление же царством было в Иерусалиме, а садок освященника поставил царь пересвященником вместо Авефара. То есть эти люди, которые участвовали в мятеже против Давида и доверие которым было в связи с этим потеряно, они отстранены. Кто-то убит, кто-то в ссылке. И дал Господь Соломону разум. Здесь говорится о наделении Соломона особым даром. И мудрость весьма великую и обширный ум как песок при море. И Соломон имел разум выше разума всех сынов Востока и всех мудрых египтян и взял за себя дочь фараона и ввел ее в город Давидов доколе и не построил дома своего и во-первых дома Господня и стены вокруг Иерусалима. В семь лет окончил он строение и был у Соломона 70 тысяч человек носящих тяжести и 80 тысяч каменосеков в горах и сделал Соломон море и подпоры. А море имеется ввиду такая гладкая-гладкая площадка в виде чаши и она настолько была отшлифованной чистой как зеркало. Это считалось чем-то чудесным. И сделал Соломон море и подпоры и большие бани и столбы и источники на дворе и медное море и построил замок и укрепление его и разделил город Давидов. Что значит разделил город Давидов? То есть для обороны города было необходимо чтобы была система стен в виде зекуратов. То есть если первую стену пробивают там вторая и третья. То есть последнее место которое обороняют до конца это конечно храм. Тогда дочь фараона перешла из города Давидова в дом свой который он построил ей. Тогда построил Соломон стену вокруг города и приносил Соломон три раза в год всесожжения и мирные жертвы на жертвеннике которые он устроил Господу и курение совершал на нем перед Господом и окончил строение дома. Главных приставников над работами Соломоновыми были 3600 которые управляли народом производящим работы и построил Насур и Макдон и Газер и Вафрон Вышний и Валафав но эти города он построил после построения Дома Господня и стены вокруг Иерусалима. Ну название этих городов связано со стеной вокруг Иерусалима значит это были оборонительные крепости эти города скорее всего на границах для того чтобы защищать Святую Землю. И еще при жизни Давид завещал Соломону говоря вот у тебя Семей сын Геры сына Наемина из Баху Рима он злословил меня тяжким злословием как я шел в Маханаем но он вышел навстречу мне у Иордана И я поклялся ему Господом говоря я не умершлю тебя мечом ты же не оставь его безнаказанным ибо ты человек мудрый и знаешь что тебе сделать с ним чтобы не извести сиди но его в крови в преисподнюю мы уже обсуждали необходимость подобного поступка когда читали о смерти цели Давида и окончание второй главы это собственно описание убийства Семея Семей как я уже сказал это был праведник своего времени человек очень образованный но который не очень разбирался в вопросах субординации скажем так и мог перепутать человека с тем царственным достоинством который он был облечен и послав царь призвал Семея и сказал ему построй себе дом в Иерусалиме и живи здесь и никуда не выходи отсюда и знай что в тот день в который ты выйдешь и перейдешь в поток кедрона непременно умрешь кровь твоя будет на голове твоей вот это доказательство духовности Семея его нельзя просто вот так прийти и прирезать как поступили с другими обидчиками Давида это был человек благочестивый бесстрашный человек который невзирая на лица мог обличать даже и Давида поэтому как бы ему предоставляется шанс если ты не покидаешь Иерусалим ты живешь в этом святом городе то тебя ничто не тронет какой урок для нас мы можем быть верующими людьми мы можем быть очень духовно образованными людьми но когда мы покидаем Иерусалим то есть с веру благодати и впадаем в какие-то смертные грехи то дьявол не пощадит нас вот на нас то как раз он набросится в первую очередь поэтому те которые крещены миропомазаны причащались читали святую евангелие для нас возможно жить в Иерусалиме благодати то есть согласие с таинствами церкви и когда мы по каким-то меркантильным может быть интересам размениваем благодать на что-то еще это угроза что мы можем погибнуть а дьявол никогда не простит человеку то что он исследовал Писание то что он любил Господа то что он пел псалмы и так далее поэтому где бы мы ни находились в какой бы стороне мы не должны покидать мир благодати если мы впадаем в состояние греха мы должны спешить как сказано да солнце не зайдет во гневе твое то есть прежде чем не наступит ночь опасности мы должны успеть очиститься как как эти люди они бежали к святыне хватались за руки жертвенника так и христиане должны быть очень богбоязненными людьми в этом смысле и и 吃 скажем как так так сделает раб твой и жил сы мэй в иерусалиме долгое время то есть пока он пребывает в этом святом месте ни в чем не нуждается Его труд, он обучал людей, у него было своё хозяйство. Но через три года случилось, что у Семея двое рабов убежали к Анхусу, сыну Махи, царю Гевскому. И сказали Семею, говоря, вот рабы твои в Гефе. И встал в Семея, оседлал осла своего, и отправился в Геф, к Анхусу, искать рабов своих. И возвратился с Семей, и привёл рабов своих из Гефа. Он делает всё правильно с точки зрения закона, но он забыл это условие. Он хозяин над этими рабами. Он вправе пойти, требовать их, чтобы ему вернули. Тогда рабы — это не так, как рабы в Риме. Это люди, которые договорились отработать определённое количество лет. Каждый седьмой год их отпускали на свободу, каждый 50-й год тоже отпускали на свободу и прощали грехи. И вот в запальчивости, будучи знатоком Торы, он поступает-то правильно, но он покинул Иерусалим. И вот когда мы начинаем действовать по каноническому праву, нам надо это сделать, но мы теряем благодать, мы не защищены. Нас дьявол растерзает. И донесли Соломонду, что Самей ходил из Иерусалима в Геф и возвратился. И послав, призвал царь Самея и сказал ему, не клялся ли я тебе Господом и не объявлял ли тебе, говоря, «Знай, что в тот день, в который ты выйдешь и пойдёшь куда-нибудь, непременно умрёшь». И ты сказал мне, хорошо. «Зачем же ты не соблюл приказание, которое я дал тебе пред Господом с клятвой?» «И сказал царь Самея, ты знаешь и знает сердце твое, всё зло, какое ты сделал отцу моему Давиду. Да обратит же Господь злобу твою на голову твою». И так Соломон выносит ему приговор за то зло, которое он сделал его отцу Давиду. Посмотрим, что пишет Ефрем Сирин. Это его комментарий на Третью книгу царств. «Вы здесь видите четырёх человек, осуждённых Соломоном. Так как они были повинны в измене, они являлись предвосхищением падения иудеев, который произойдёт из-за несправедливой гибели Христа. Адания, который был помазан царём и был убит вскоре после этого, стал первым, кто предзнаменовал падение еврейского царства. Затем, после уничтожения священства Аронова, Авиафар был удалён от своего сана, и Иоаф, бывший вождём армии, был лишён жизни вождями народа, а вся его армия была уничтожена. И, наконец, Семей выразил в более явном и определённом виде грех и наказание евреев, особенно жителей Иерусалима, которые хулили Христа и требовали его распятия. И та последняя молитва Христа, подобная высшей заповеди, была отложена на более чем четыре десятилетия и не была применена, пока евреи не совершили нового преступления, преследуя апостолов и других учеников Христа. Ефрем Сирин здесь обращает внимание, что Иерусалим был разрушен не сразу, имея в виду, что это произошло в 70-м году, а распятие Христа — это 33-й год. Так и Семей он был наказан не сразу. Ему было дано время, и он мог одуматься, исправиться, как евреям было дано время, но они начали казнить уже и апостолов, и тогда Господь попустил нашествие римлян, которые уничтожают Иерусалим и рассеивают евреев по окраинам империи. А царь Соломон да будет благословенно, престол Давида да будет непоколебим пред Господом вовеки. Это речь Соломона. И повелел царь Ванея сыну Иодаеву, и он пошел и поразил Семея, и тот умер. Итак, проклятие Семея будет тяготеть над потомками Давида, ибо проклятие, как и благословение, остается действенным. Его можно обезвредить, обратив на изрекшего его. Давид не мог этого сделать из-за своей клятвы, но Соломон ею не был связан. Соломон действует в соответствии с волей Отца, и он как бы закрывает проклятие, когда совершает казни Господни. Но по отношению к Семею, как я уже сказал, это был необычный человек. Было необычное решение, и его жизнь продлилась на три года. Его не могли наказать, потому что он пользовался авторитетом, как и Господь не сразу обрушил наказание на евреев после распятия Христа. Но когда они начали уничтожать и овец стада Христова, самих святых апостолов, Господь попустил уничтожение Иерусалима и Иудейского царства. Спаси Господь! Субтитры создавал DimaTorzok